2017 год в МЧС России объявлен годом гражданской обороны. Свой профессиональный праздник Ахматхан Беков отмечает вместе с сослуживцами. Более 20 лет он посвятил службе в Государственном пожарном надзоре, начиная от рядового инспектора и заканчивая заместителем начальника управления. Ахматхан один из тех, кто стоял у истоков становления гражданской обороны. Хочу поздравить всех ветеранов, всех действующих сотрудников, всех, кто хоть как-то связан с этим праздником, с этой службой. На встрече не только действующие сотрудники министерства, в числе почетных гостей также ветераны МЧС и представители правительства. На сегодняшний день МЧС внедряет новый формат повышения готовности гражданской обороны, привлекая к активным действиям и самих жителей. История формирования системы гражданской обороны уходит корнями в 30-е годы прошлого столетия, когда Совет Народных Комиссаров утвердил положение о создании местной противовоздушной обороны. Как защитить население России на обширном пространстве, площадь более 17 миллионов квадратных километров? Для решения глобальных проблем защиты граждан от угроз военного времени и природных и техногенных чрезвычайных ситуаций создана гражданская оборона. Система гражданской обороны Республики зарождалась вместе с самим регионом с 1993 года. Тогда у истоков становления стояло всего лишь три человека. Но сегодня, с учетом аварийной и поисково-спасательных подразделений регионального управления МЧС, насчитывается более 5000 сотрудников. Все эти силы и средства, они нацелены на одну задачу – это ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций, независимо от того, в результате военного характера, или это крупномасштабные какие-то чрезвычайные ситуации. Гражданская оборона – это те слова, которые объединяют все действия всего населения, не только структур МЧС или какие-то другие спасательные организации. Все действия всего населения по оказанию помощи, по спасению как населения, так и материальных средств. Ежегодно подразделениями МЧС в республике ликвидируются сотни пожаров. Проводятся мероприятия по спасению людей, оказавшихся в ситуациях угрозы жизни и здоровью. Спасатели приходят на помощь пострадавшим в ДТП. Слова благодарности и поздравления в адрес виновников торжества высказал и зампредседателя правительства. Пусть ваш профессионализм, ответственность и признанность своему делу и в дальнейшем служат развитию гражданской обороны и решению задач в области защиты населения и территории нашей республики в чрезвычайной ситуации. С трех человек машина закрутилась и образовалась целая армия здоровых, спортивно развитых, молодых ребят. Сегодня мы действительно и в Союзе, и в России, и в Украине уже знаем, как субъект и как МЧС. За многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС медалью 85 лет гражданской обороны в первую очередь награждают ветеранов МЧС и особо отличившихся сотрудников. Заслуженную награду сегодня получает и Умар Измайлов. В сфере обеспечения пожарной безопасности он трудится свыше 17 лет. Со дня открытия спасательной части в сельском поселении Средней Очеруки. Хочу, во-первых, поздравить всех с этим праздником и поблагодарить руководство МЧС и вообще руководство страны. А в завершении встречи собравшиеся подчеркнули, что сегодня, как никогда, актуальна проблема повышения культуры безопасности, воспитания навыков безопасного поведения с раннего детства. Исуп Гелесханов, Рахман Цуров, Новости 24.